4 января 1942 года. Хуйбышев. Дорогой Исаак Давыдович, Пишу я тебе настолько часто, сколько позволяют мои конвертные возможности. А этот продукт бумажной промышленности попадается мне в Куйбышеве чрезвычайно редко. Открытки тоже. Рад был получить от тебя письмо, датированное 21 декабря прошлого года. Я тоже поздравляю тебя с Новым годом и желаю счастья и здоровья. Это Дмитрий Шостакович. Возвращаемся на 80 лет назад. Город спит, окутан мглою. Чуть мерцают фонари. Там далеко, за негою. Вижу отблески зари. Мы переехали на новую квартиру. И живем в смысле площади очень неплохо. За это я должен благодарить товарища Землячку, которая вызвала однажды меня к себе и очень помогла. Нестабильными остаются мои финансовые дела. Но, как ты знаешь, они никогда и не были у меня стабильными. Квартира моя состоит из двух комнат. И главное ее достоинство в том, что она отдельная. В этой квартире я закончил седьмую симфонию. Кроме этой достопримечательности в квартире имеются еще ванная, кухня и уборная. Ты просишь сказать несколько слов о симфонии. Первая ее часть длится 25 минут. Она была закончена 3 октября. Вторая часть длится 8 минут. Третья 17. Четвертая 20 минут. Я закончил ее 27 декабря перед Новым годом. Слушавшие это сочинение дают ему высокую оценку по первым трем частям. А вот последнюю я показывал пока только немногим. Те немногие хвалят. Но среди похвал имеются и нотки сомнения. Например, самосуд говорит, что все хорошо. Но последняя часть не похожа на финал. А вот чтобы она была финальной, в нее необходимо ввести солистов и хор. Завтра здесь состоится мой концерт. В программе его прелюдии, романсы на слова Пушкина, виолончельные соната и квинтет, которые я исполняю вместе с оркестром Большого театра. А теперь мы познакомим вас с воспоминаниями, которыми несколько лет назад поделился Александр Александрович Мелекпашаев, сын дирижера Большого театра Мелекпашаева, так же, как и другие эвакуированные москвичи, 80 с лишним лет назад привыкавшего засыпать, просыпаться на этой куйбышевской земле. И вот эта площадь перед театром оперы и балета была теперь и его площадью. Площадью, в которую он каждый день шел к дирижерскому пульту и возвращался домой. Как теперь называлось временное жилье в городе на Волге. «Мои воспоминания заведомо не будут похожи на большинство других», – рассказал сын дирижера. «Мои родители не принимали участия в войне. В то же время их жизнь в военные годы не была похожа и на обычную толовую жизнь. Возможно, как раз поэтому мой рассказ покажется кому-то интересным». В 1941 году отец был уже известным и признанным музыкантом, дирижером Большого театра, а мать – балериной этого же театра. Готовился новый спектакль – опера «Ромео и Джульетта» Гуно. Премьера состоялась 22 июня. Люди с замиранием, сердца слушали сладкие голоса Лемешева и Барсовой, а сами не осознавали, видимо, какая пришла беда. Из театра они вышли и впервые увидели затемненную Москву. Театр, а точнее большую часть его труппы и часть спектаклей решено было перебросить в Свердловск. Туда же отправлялись и артисты художественного театра. Отцу неожиданно предложили места в их вагоне, и родители вместе с новорожденным сыном, то есть со мной, отправились на Урал. Но когда добрались до Свердловска, выяснилось, что планы переменились, и Большой театр пока никуда не едет. Несколько недель прошли в неопределенности. Потом вдруг отца вызвали в Москву, и он, как ни в чем не бывало, приступил к работе над оперой «Арасини» «Вильгельм Тель». 15 октября был назначен его концерт в зале имени Чайковского с солистом Эмилем Гилельсом. Уже потом, много позже, отец вспоминал, что пришел утром 13-го на репетицию с ощущением явной ее ненужности, но все-таки промучил людей часа полтора к всеобщему их удовольствию. А после репетиции решил зайти в театр и узнал, что труппа в срочном порядке эвакуируется в Куйбышев. Каким-то чудом уже под Новый год маме в лютый мороз тоже удалось перебраться из Свердловска в Куйбышев на Волгу. Кстати, Эмиль Григорьевич Гилельс потом, кажется, не раз жалел об этом несостоявшемся московском концерте и спрашивал у меня, не осталось ли у нас дома его афиши или программки. Отца уже не было в живых, а я, к сожалению, так ничего и не нашел. Декабрь 1941 года был особенным для всей страны, в столице которой рвался враг. Не сдавалась и столица, боролась и вся страна. Боролась на фронтах и в тылу, с оружием в руках и со смычками и скрипками. 2 декабря 1941 года по всесоюзному радио был передан концерт, посвященный творчеству композитора Александра Бородина. Запись концерта состоялась в Куйбышеве, а за дирижерским пультом стоял дирижер Большого театра Мелик Пашаев. В концерте приняли участие хор Большого театра под управлением главного хормейстера Купера, солист Гапта Соколова и заслуженный артист РСФСР Сливинский. И в том же декабре 1941 года в Куйбышеве был создан Союз советских композиторов, председателем которого был избран Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Первое заседание Союза состоялось в помещении радиокомитета, где собравшиеся прослушали три части Седьмой симфонии в ортоперянном исполнении автора. Затем состоялся обмен мнениями, в котором приняли участие чешский профессор Нелды, венгерский композитор-антифашист Сааба, куйбышевский композитор Денбский и многие другие. Военные будни заставляли задуматься, имеет ли оперно-балетный театр право на существование в такое время, когда люди теряют близких и рискуют жизнью. Оказалось, что театр нужен в это время даже больше, чем всегда. Каждый вечер толпы людей переполняли здание Дворца культуры на площади Куйбышева, где играл большой и более благодарного зала отец не мог вспомнить за всю свою жизнь. Случалось, правда, всякое. Свободных мест не было. Но вот боевой офицер, который ехал с одного фронта на другой, прорывался за манящий фасад. А можно ли было не пропустить воина, которому остался один и, может быть, последний светлый вечер между боями? Ну вот, перенапряженное сознание воина не выдерживало странных красот театрального зрелища. И, расстегнув кобуру, офицер шел на сцену, чтобы спасти Ивана Сусанина от иноземных захватчиков. Бледный работник сцены вставал у него на пути и что-то шепотом, объясняя, еле и еле спасал актеров от беды, которая могла случиться. Когда я позже разбирал семейный архив, меня поразили письма, которые отец получал с фронта. Писали ему многие, в том числе артисты оркестра, призванные на фронт. Писали, что гордятся им, поздравляли с победой, с постановкой Вильгельма Теля. Еще писали, что восхищаются пожертвованием премии на нужды фронта. Как будто бы они не понимали, что сами жертвовали гораздо большим. А Вильгельм Тель – опера, конечно, замечательная, хотя и не слишком-то популярная. Рискну предположить, что нигде и никогда она не вызывала больше такого зрительского энтузиазма, как в Куйбышеве в 1942 году. Ведь эта опера рассказывала о борьбе с иноземными захватчиками и о победе над ними. В газетах писали, что история готовит нашим врагам ту же участь, какая постигла и оперных злодеев. Аналогия была на крайности наивной, но в той атмосфере она действовала. Казалось, что стрелы Теля приближают победу. Вот поэтому спектакль и воодушевлял людей. Все это я пишу по рассказам старших, по газетным статьям. Сам я периода эвакуации не помню, вспоминал Александр Александрович Меликпашаев. Мои личные воспоминания уже не военные, а послевоенные. Они относятся к году 45-му и последующим. Помню, я рассказывал бабушке, что только что с фронта, что совершил такие и такие подвиги. Она слушала, занимаясь чем-то другим по дому, и приговаривала. Ах так? А может быть не так? Еще помню, что знал наизусть имена и отчества многочисленных военачальников и как-то личностно к ним относился. Особенно любил Рокоссовского за элегантное и рыцарское звучание фамилии, напоминавшее блеск и свист обнажаемой сабли. С этими маршалами связаны мои первые прилежные занятия рисунком. Я всех их стократно изображал. Отец иногда участвовал. Помню почему-то, как он пририсовал красивые перчатки маршалу Тита, с которым мы когда еще не успели поссориться. А мы возвращаемся к письму Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Январь 42-го года. Куйбышев. Дорогой Исаак Давыдович, я, Нина и дети все здоровы, но моя нервная система сильно пошаливает. Мне очень не хватает Ленинграда и тебя. Может быть, скоро увидимся. Меня назначили председателем на госэкзамены в Ленинградской консерватории. Если будут силы, приеду. Вот тогда повидаемся и поговорим обо всем. Да, я еще не сообщил тебе, что моя седьмая симфония выдвинута на соискание сталинской премии. Здесь, в Куйбышеве, ее предполагают исполнить силами Большого театра и самосуда. Боюсь, что оркестра не хватит, потому что в симфонии таковой очень большой. В общем, все это отчасти меня беспокоит. А в силу расшатанности нервной системы беспокоит больше, чем нужно. Жизнь наша идет спокойно, нормально, тихо. Но иногда по ночам я плачу. Слезы текут обильные, горючие. Так как Нина и дети спят в другой комнате, это не мешает мне предаваться слезам. Потом я успокаиваюсь. Судя по твоему последнему письму, в Ташкенте нет футбольных соревнований. А я однажды здесь, в Куйбышеве, был на хоккейном матче, но остался недоволен. Играли неплохо, но команда не имели своей формы. И, зная друг друга в лицо, игроки как-то справлялись с этим недостатком. А я не мог отличить игрока одной команды от его противника. Жму руку, дорогой мой друг. Привет, Татьяне Ивановне, Нина и дети вам кланяются. В этом дальнем отражении, в этих отблесках огня, притаилось пробуждение дней тоскливых для меня. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова